МИР, ТРУД, МАЙ Главное событие праздника – демонстрация. Как и полагается, праздничное шествие сопровождалось торжественной музыкой. Встроенные колонны несли транспаранты и флаги. После парада празднование продолжилось народными гуляньями и концертной программой. Первое мае объединяет людей умственного и физического труда. Тех, кто достойно прошел свой трудовой путь и тех, кому только предстоит реализовать себя в труде. Несмотря на то, что праздник утратил свой политический подтекст, он до сих пор остается одним из самых светлых и добрых торжеств. В Северском районе прошел ежегодный фестиваль «Казак лишь с верой у казак», посвященный Дню реабилитации казачества. Уже третий год подряд мероприятие объединяет всех, кому дорога память о жертвах политических репрессий на Кубани. В фестивале на территории храма святителя Спиридона Тремифунского приняли участие районные казаки, воспитанники детских казачьих классов, священнослужителей и всех, кто неравнодушен к истории нашей страны. Мероприятие открылось в молебном в память о жертвах преследований и репрессий. Его провели настоятели районных храмов, а также священнослужители из краевой столицы. 28 лет назад была восстановлена историческая справедливость. Казачество реабилитировали, а преследование репрессий в отношении казаков, начиная с 1918 года, признаны ошибочными. С этого момента был взят курс на возрождение казачества, как исторически сложившейся культурно-этнической общности. Казачество всегда было опорой своей страны. И если оно едино, если оно сильно, оно непобедимо. А значит, непобедима и Россия. Даже пройдя через жесточайшие репрессии, казачество сохранило свою нравственность, духовность, крепкие жизненные устои. Я сердечно всех вас поздравляю и благодарю за такое дивное и нужное событие, которое проходит в вашем районе. Это немаловажно, когда передается с поколения в поколение те добрые традиции, которые были заложены нашими родителями, прародителями. И сегодня с Божьей помощью они сохраняются. Спустя много лет казачество вновь стало неотъемлемой частью культуры нашей страны. Казаки принимают активное участие в общественной жизни и продолжают нести службу. Под торжественный марш члены казачьих обществ Северского района прошагали стройным парадом, участвовали в нем и казачата. Продолжился фестиваль концертом от солистов и коллективов Северского района. Ах, ты играй горной, да разверни века, ах, ты исчезни в боль, утикни в грусть таза. Ах, да чего ж моя Россия хороша, а ты гуляй, народ, и веселит душа. Ежегодный фестиваль – это не только дань памяти прошлому, но и демонстрация того, что традиции предков живут и сейчас. После завершения праздника всех гостей ожидали тематические площадки. Выставки декоративно-прикладного искусства и оружия, конные прогулки и ставшая традиционным атрибутом майских праздников – солдатская каша. Работа и в праздники, и в будни. В преддверии майских праздников глава района Адам Джарим провел совещание с главами поселений, служб и ведомств. На встрече обсудили вопросы санитарного состояния и благоустройства поселений в ближайшие недели. Также поднимали вопросы организации работы в населенных пунктах района в период майских праздников. Обсудили планы мероприятий и необходимые меры безопасности на время проведения культурно-массовых мероприятий. Новое поколение казачьей молодежи на Кубани – как новый виток в истории страны. В школе номер 12 станицы Дербинской состоялся первый слет классов казачьей направленности «Казачья весна». Школьники, состоящие в Союзе казачьей молодежи со всего района, собрались на большой праздник, чтобы посостязаться в смекалке, ловкости, физической и строевой подготовке. Поприветствовать казачат пришел атаман Северского района Александр Дедов. Для чего мы все это делаем? Для чего мы занимаемся с вами? Для чего мы вам рассказываем о нашей истории? Для того, чтобы мы хотим, чтобы вы жили в нашей прекрасной стране, на нашей прекрасной Кубани, дальше, растили своих детей, вы понимали, как строить жизнь, чтобы находить счастье в этой жизни, благополучие. И учили потом своих детей нашим традициям, нашим законам и передавали эту прекрасную землю дальше и дальше своим потомкам. И желаю всем успехов в сегодняшнем мероприятии. Спасибо. Развитию казачества в муниципалитете уделяется большое внимание, как в масштабах всего района, так и на местах. Глава Ильского городского поселения Николай Головко поздравил участников слета с майскими праздниками и пожелал успехов в учении. Я рад, что наша Дербинская благодарная земля принимает гостей со всего района. Это для нас большая честь. Я хочу вас поздравить с началом этого замечательного мероприятия. Хочу, чтобы все вы были здесь победителями. Девиз «Ратин в бою, статин в строю» для юных казаков и казачек – не просто слова. В рамках слета отряды соревновались в строевой подготовке. Четкость линий и чеканку шага оценивала компетентная жюри. Не обошлось, конечно, и без строевой песни. После строевого смотра ребята приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам, познакомились с традиционными казачьими ремеслами и попробовали себя в сборке и разборке автомата Калашникова. Подобный слет проходит в нашем районе впервые, но улыбки на лицах детей и живой интерес к быту, традициям и истории казачества в их глазах явный признак того, что история их родной земли не будет забыта, а ее будущее в надежных руках. «Встретимся у фонтана» – эта фраза давно стала привычной для жителей станицы Северской. 30 апреля на площади у администрации района состоялось торжественное открытие фонтана. Выступления творческих коллективов и тетрализованные представления превратили это событие в настоящий праздник. Поздравить земляков с майскими праздниками и открытием сезона фонтанов пришел глава района Адам Джарин. «Я благодарен всех за то, что вы сегодня на этой площади. Поздравляю с наступающими праздниками. Всем мира, счастья, благополучия. Да здравствует Северский район!» Облик районного центра, как и других поселений, меняется с наступлением вечера. Вечерняя иллюминация, гирлянды и, конечно, музыкальный фонтан преображают улицы, которые днем заполнены людьми и машинами. Впереди у Северского района еще много праздничных дат, но в ближайшие месяцы фонтан будет радовать станичников и в будни. «Очень понравилось сегодня открытие фонтана. Замечательно долго ждали, концерт замечательно. Очень все красиво». «Северская наша очень изменилась благодаря нашей администрации, нашим жителям. Благоустроена очень красиво она, в городском стиле». «Хотим, конечно, пожелать, чтобы вот этот весь труд, который на сегодняшний день преобразили нашу станицу, чтобы этот труд был оценен нашими жителями нашей станицы. И, конечно, чтобы мы могли в любое время суток пройти по нашей станице, и чтобы все, что было создано на сегодняшний день, чтобы оно осталось на долгие-долгие годы». Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить. Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. В Ростове-на-Дону казаки продемонстрировали мастерство в верховой езде, джигитовке и владении оружием. Традиционные игры называются «шермицы». Такие состязания в старину проходили во время праздников или других значимых событий. «Очень много иностранцев, шотландцы принимают участие в состязаниях, поэтому это крупное международное событие в сфере традиционных состязаний. И в то же время это такой механизм, который передаёт вот это всё культурное наследие в первую очередь детям и в последующую очередь всем желающим приобщиться к уникальной казачьей культуре». В рамках фестиваля посоревновались и юные казаки и казачки. Они также показали умения в джигитовке и традиционной борьбе. Шермицы устраивают в Ростове-на-Дону ежегодно последние 10 лет. Организаторы хотят сохранить культуру донских казаков и передать традиции молодому поколению. На Руси казаками называли независимое вооружённое население, которое осваивало безлюдные территории. В начале прошлого века численность донского казачества превышало полтора миллиона человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова